Возможно, мы все что-то упустили. Вы так разволновались, уронили там приборы какие-то. Возможно, мы какие-то вопросы упустили. Если у вас есть они, я могу на них ответить. У вас есть факты, что я толкаю этих людей на границу с Польшей? Нет. И быть не может. Почему? Потому что... Это безумство. Все, что делает ваше польское правительство, это безумство. Вы говорите, что мы кормим людей наркотиками? Факты на стол. Будут такие факты, я буду нести ответственность. Минуту, минуту, не перебивай меня. А сидеть в Варшаве и бряцать языком на разные темы, уходя от ответственности перед польским народом за свои проделки, так проще. А надо разобраться. Почему вы не хотите разобраться, что происходит на границе? Мы к этому готовы. Мы не объявили чрезвычайное положение, как поляки на границе. Мы разрешаем всем журналистам приезжать на границу и разобраться. Милости просим. Мы, СНН и другие каналы приглашали туда. Они встречались с этими беглыми людьми. Мы их просим, вернитесь до морозов в Беларусь. Побудьте хоть белорусы. Нет, нам пообещали литовцы и поляки политическое или какое-то там убежище. Мы ждем. Вот они три месяца ждут решения этого вопроса. Причем здесь белорусы. И что, только через территорию Беларусь в вашу страну и в Евросоюз идут люди? А через Средиземное море Испания, Италия, Греция. Сколько там людей гибнет сотнями, пересекая Средиземное море? Тысячи людей попадают в Евросоюз. Точно так они пошли через Беларусь. Они не к нам идут. Они идут к вам. Потому что вы их туда позвали. Зачем вы их туда звали? Вы недавно публично позвали афганцев. И попросили центрально-азиатские страны, бывшие Советского Союза и Россию, чтобы они им разрешили там остановиться. Вы с американцами попросили. И европейцам дали команду принимать всех. Это же прозвучало на вашем канале. Почему не принимаете сейчас людей, которые бегут от войны? Из тех стран, которые вы разорили. Почему? Поэтому не надо на Беларусь валить. Если бы они шли в Беларусь и хотели остаться в Беларуси, а мы их выбрасывали туда, в Польшу или Литву, вы бы предъявили претензии. Но сегодня нет таких людей, которые хотят в Беларуси остаться, а я их выкидываю. А вы мертвых людей через границу перебрасываете нам. Что касается Беларусь войдет в состав Соединенных Штатов Америки, Великобритании или России, это абсолютная глупость. Недавно я на этот вопрос тоже отвечал. Мы с Путиным и руководство России и Беларуси в целом достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования. Такой вопрос в повестке дня не стоит вообще. Это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят. Если уж по существу, то мы давно являемся форпостом союзного государства Беларуси и России. У нас создана на этом западном направлении единая фактически армия, единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. И в случае конфликта мы это не скрываем. Нас вся западная часть вооруженных сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю, я просто вам напоминаю то, о чем мы постоянно говорим. Поэтому разговор о том, что когда-то будет этот форпост безосновательный. При необходимости этот форпост будет создан в течение месяца. Продолжение следует...